Аэромобиль с вертикальным взлётом, 3D-печать с помощью живых клеток и армейская экипировка с электронным интерфейсом. О том, как будет выглядеть инновационное будущее и почему его нужно строить в Самарской области, студентам рассказал и показал в своих разработках промышленный дизайнер с мировым именем Владимир Пирожков. Руководителя Центра прототипирования МИСИС в Самару пригласил Дмитрия Азаров. После лекции стало известно, что Владимир Пирожков станет советником главы региона по инновациям. Продолжит Мария Шпакова. Мини-самолёт, скрещенный с автомобилем. Аэромобиль с вертикальным взлётом. Разработка промышленного дизайнера с мировым именем Владимира Пирожкова. Свою задумку воплотить в жизнь он планирует, сотрудничая с крупнейшими предприятиями Самарской области. Договорённость о совместных проектах по созданию летательных аппаратов будущего уже достигнута. Мы не подозревали, что в кармане телевизор может быть. То есть мы говорим о том, что если мы отвяжемся от дорог, это то же самое, что произошло с мобильным телефоном, когда он отвязался от провода. И тогда мы сможем быть в любое время, в любом месте, каждый из нас. Да, это будущее. Да, ещё рано говорить даже о каких-то опытных образцах. Но это точно взгляд туда. Это точно взгляд уже в новый технологический передел. Это то, что в дальнейшем будет формировать экономику нашего региона. О том, как технологии будущего изменят нашу жизнь и почему создавать их нужно в России, Владимир Пирожков рассказывает студентам и молодым специалистам вузов Самарской области. Он вырос в Тольятти, 20 лет жил в Европе, сотрудничал с крупнейшими мировыми брендами. В 2007-м вернулся в Россию. Здесь создал мультиотраслевой центр промышленного дизайна и инноваций. Среди самых ярких проектов официальная раскраска, элементы фирменного стиля самолёта «Сухой Суперджет-100» и дизайн факелов эстафет Олимпийского и Паралимпийского огня Сочинской Олимпиады. Своей главной задачей считает создание магнита для сохранения и возвращения ума в страну. По себе знает, для молодых и перспективных кадров в России есть все возможности. Нужно быть просто очень хорошо эрудированным человеком, который может быстро меняться в новой среде. Владимир предложил находить самому тему и самому её развивать. Тогда тебя найдут сами. Университет и страна могут дать тебе только базу, а наполнение ты уже должен зарабатывать сам. Для меня вопрос нашей промышленности, жизни нашей страны состоит очень острый. Владимир Пирожков стал советником главы региона по инновациям. Опыт работы в Самарской области у промышленного дизайнера есть. Совместно с Институтом инновационного развития СМГМУ уже создан проект «Нейрочат», который поможет общаться парализованным людям. В нашем регионе большое внимание уделяют развитию технологической и научной баз, а потому именно здесь будут создавать проекты, способные совершить прорыв в будущее. Мария Шпакович, Лавпатуцкий, Новости губернии.